Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Очень важно понимать Писание и осознавать важность того, чтобы с верой отвечать обстоятельствам нашей жизни. Сегодня мы исследуем эту тему в Писании. Сегодня хочу начать новую серию на тему «Смелая вера». Настало время поговорить об этом. Слишком долго христианство было робким. Я буду говорить без осуждения, без критики и без самоправедности. Речь пойдет о мужчинах и женщинах со смелой верой. Я ожидаю, что Иисус совершит перемены в моей жизни. Я не подписывался быть последователем Христа, чтобы сидеть в церкви и просто быть вежливым. Я не настолько воспитан и не настолько люблю церковь. Но я хочу, чтобы Иисус изменил мою жизнь. И Он уже это делает. В последующей неделе мы будем об этом говорить. Хочу рассмотреть, что делал и чему учил Иисус в один конкретный отрезок времени, после Своего воскресения. Между воскресением Иисуса и Его вознесением прошло 40 дней. Евангелие рассказывает нам, что Господь встречался с людьми, посещал определенные места и выполнял какие-то дела. Это немного меня удивляет, потому что крест был кульминацией служения Иисусом. На кресте Иисус обеспечивал нам полную и безоговорочную победу над сатаной. Все его достижения для человечества непоколебимы. Крест был самой невероятной победой, совершенной для человека. Он изменил нашей жизни и на земле, и в вечности. Если свершился крест, тогда свершилось все. Но становится ясно, что в этот короткий промежуток времени у Иисуса были дела, которые Он очень хотел завершить. Я приглашаю вас изучить этот промежуток. Каждый из авторов Евангелий, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, рассказывает о событиях этого времени. Кто-то из них повествует о том, о чем другие не упоминают. Однако, собрав все истории вместе, можно представить всю картину. Мы прочитаем о событиях после Воскресения, а затем изучим рассказы других авторов Евангелия. В 16 главе Евангелия от Марка говорится, «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалини, из которой изгнал семь бесов. Иисус воскрес. Он служил Марией примерно за три года до этого». Марк отмечает, что именно она была первой, кому явился Иисус, а также, что Иисус изгнал из нее семь бесов. Как вам понравится, что при упоминании вашего имени вспомнят о самой мрачной странице вашей жизни? Неудобно, правда? О Марии можно было сказать иначе. К примеру, она была родом из деревни Магдала. Это деревня недалеко от Капернаума, где Иисус совершал свое служение. О Марии можно также много рассказать. Она следовала за Иисусом три года. Марк решил напомнить, что она получила освобождение. Она обрела свободу в Иисусе. Когда Иисус дарит вам свободу, это становится неотъемлемой частью вашего будущего. Мы перед Ним в долгу. Он сделал для нас добро. Быть последователем Христа — это не бремя, это привилегия. Мы не можем ничего предложить Ему взамен. У меня ничего нет? Ни один мой дар не перевернет Царство Божие с ног на голову. Спасибо, что не свистели, когда я это говорил. Не думаю, что в тот момент, когда я решил стать последователем Христа, армия ангелов обрадовалась, что я тоже теперь в строю. На самом деле это возросшая ответственность. Это касается и вас. Иисус сделал для нас все. Это очень важно. Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнался им бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Здесь прослеживается закономерность. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». Остановимся тут. Знаю, что об этом написано в вашей Библии, и это слава Иисуса. Даже если вы не до конца их понимаете, но я полагаю, что это странно. После воскресения Иисус являлся своим самым близким друзьям. Они рассказывали об этом другим друзьям, но те отказывались верить. Они говорили, мы не можем в это поверить, мы не осмелимся поверить. Затем Иисус вошел к ним в комнату и сказал, я вернулся. Он отчитал их, взял упрямый отказ поверить. И следующее же предложение, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Двумя строками ранее эти люди не верили, что ты жив. И даешь им глобальное поверение. Как можно читать это, думая, да, все логично. Возможно, вы не помните, но в первом веке интернет только начал появляться. Глобальные задачи еще не решались двумя щелчками мышки. Для этого требовалось много ходить пешком. Три года служения Иисуса вместе с учениками были почти полностью сконцентрированы на жителях Израиля, еврейском народе. Зачастую он отказывался идти кому-либо, кроме еврейского народа. Он посылал учеников впереди себя в деревни и города. Они тщательно избегали большинства римских городов. Библия ничего не говорит о римских поселениях, Кесарии, Байшиане и других местах. Ученики шли к заблудшим овцам Израиля. Теперь, впервые увидев учеников, он говорит им, «Перестаньте сомневаться, идите по всему миру». Это смелая вера. При вашей встрече с Иисусом, сознавали вы это или нет, Он вручил вам приглашение, которое требует от вас больше смелости, чем любое другое. Смелая вера. Следование за Иисусом потребует больше смелости, Большего убеждения, большей силы, чем требовали те неправедные поступки, которые вы совершали. Если вы думали, что быть последователем Христа легко, значит, вы читали невнимательно. Смотрите, что говорит Иисус. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Марк не делает сильного акцента на вере. Он не говорит о тех, кто будет упрямо отказываться верить. А тот, кто будет веровать, будет спасен. У веровавших же будут сопровождать сии знамени. «Именем Моим будут изгонять бесов». «Будут говорить новыми языками». «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». «Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесною Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Друзья, это поручение по-прежнему в силе. Мы — исполнители 21 века. Я верю, что при встрече Петр, Яков, Иоанн и сам Господь спросят, как мы выполнили это поручение. Их опыт для нас — пример. Теперь, если позволит время, я более внимательно углублюсь в эту историю. Хочу спросить вас, каким, по-вашему, было настроение учеников после воскресения Иисуса? «Да, о вашем конспекте есть подсказки». Полагаю, что их полностью захватила атмосфера отчаяния и поражения. Они были обескуражены и расстроены. Это был не просто день грусти, у них не осталось надежды. И эта надежда касалась не только их самих. Они не просто оплакивали потерю друга. Это была не просто смерть того, кого они любили. Иисус подарил им надежду на жизнь и будущее, надежду на совершенно иной итог своей жизни. Они последовали за Ним всем сердцем, и увидев, что Иисус умер на римском кресте, оплакивали не только Его жизнь, и их будущее полностью изменилось. И они не могли с этим смириться. В 20-й главе сказано, в первый день недели, Мария Магдалина приходит ко гробу Ран, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Зайдя внутрь, он сказал, «Да, здесь пусто». Они поговорили, пытаясь разобраться, что произошло, и даже не могли представить, что Иисус может быть жив. Иоанн решил, что тело Иисуса кто-то украл, поэтому вернулся домой. 11-й стих, а Мария стояла у гроба и плакала. После смерти Иисуса прошло несколько дней, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда она плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего». И не знаю, где положили его. Можно задать вам один вопрос. Почему Бог послал ангелов поговорить с Марией? Это не было заданием. Как, к примеру, в известить «Туру-туру» о будущем ребенке. Для чего там были ангелы? Я думаю, Бог понимал. Насколько она была расстроена. Насколько она отчаялась. Он не собирался оставлять ее. Поэтому и дал ангелам это задание. Почему ты плачешь? Все небеса радуются. Сегодня не день печали. Сегодня день триумфа. Можно ли быть последователем Христа, праведником, ходить с Господом, не пускаться в непослушание, бунт, упрямство, неправедность, аморальность, делать все наилучшим образом, ходить с Божьими путями и обнаружить себя в отчаянии? Можно, потому что мы можем не знать обо всем, что делает Бог. Мы могли что-то не увидеть из-за своей боли. Наши взгляды так ограничены, что мы можем чего-то не заметить. Нужно, чтобы Бог вмешался и дал нашим глазам это увидеть. Мне кажется, именно так здесь и произошло. Сказався, я обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи, где ты положил его?» «Я возьму его». Она увидела ангелов. Но все равно говорит, «Если ты спрятал тело, скажи мне, где?» «Я заберу его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни». Как вы думаете, что произошло в сердце Марии, когда она услышала, как Иисус зовет ее по имени? Мы бы назвали это всплеском адреналина. Иисус любил ее. Никакой критики, осуждения, упреков, суеты. Мария, это я. Мы говорили об этом. В этой истории такая глубина. Друзья, дело не в том, что у учеников был плохой день. Не в том, что шел дождь, а им хотелось солнца. Не в том, что они не успели купить билеты на концерт, которого долго ждали. И не в том, что их дети куда-то не поехали. У них не было надежды. Ангелы, которые с ними говорили, не вселили в них надежду. И тут появился Иисус, воскресший Иисус. Давайте посмотрим 33-й псалом. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь». После своего воскресения Иисус прилагал много усилий, чтобы послужить своим ближайшим друзьям. Это было служение обновления, надежды и ободрения. Я говорю вам об этом, потому что можно быть последователем Христа, иметь какой-то опыт, прилагать все усилия и оказаться во тьме. Вы не разминулись с Богом. Вы только что читали, что Бог близок к сокрушенным сердцем. Он не сердится на них. Он не наказывает их. Он не судит и не критикует их. Бог близок к нам. Если вы переживаете похожие времена, знайте, что вы важны для Господа. Он любит вас. Не теряйте своей уверенности. Так говорит Библия. Не уставайте. А я вот, мол, устал. Большая разница, устать или сдаться. Хочу вдохновить всех вас, что Господь любит вас. Вы важны для Него. Будьте рядом с праведниками, которые проходили подобные трудности, и слушайте, какую радость в Господе они излучают. Она заразна. Не хороните себя. Бог проведет вас. Продолжаем читать. 24 глава от Луки. В вашем конспекте есть стихи, в которых говорится о двух учениках, идущих по дороге в Имаус. С ними пошел еще один человек. Это был Иисус, но они его не узнали. Он спросил, о чем они говорят, и они рассказали об аресте, суде и распятии Христа. Они сказали, мы верили, что Он искупит Израиль. Теперь мы в это не верим. Раньше верили, но Он убит. Когда Его убили, наша вера умерла вместе с Ним. Когда они пришли в селение, Иисус открыл им глаза, и ученики Его узнали. Они побежали обратно в Иерусалим, чтобы сказать остальным, мы видели Его, Он живой. Теперь обратимся к Писанию. Когда они говорили о сём, Сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердце ваше? Меня интригует этот вопрос. Иисус реалист. Он не глуп. Почему вы смущены? Почему в вашем разуме сомнения? Ну, когда мы видели тебя в последний раз, ты висел с пробитым боком на римском кресте. А мы знаем, что тело сняли, и знаем, где ты был похоронен. В вашем разуме рождаются сомнения. Это находит во мне отклик. В моём разуме тоже порой возникают сомнения. А в вашем? Эти люди не новички. Они видели, как Иисус ходил по воде. Они видели, как Лазарь вышел из своей гробницы. Вы знаете, сколько чудес они успели увидеть, и какой богатый опыт у них был. Их опыт богаче, чем опыт любой другой группы людей. Однако они борются с сомнениями в своём разуме. Думаю, велика вероятность того, что и мы с вами, как последователи Христа, прилагающие все свои усилия ради Господа, тоже будем бороться с сомнениями. Поэтому пришёл Иисус. Он хочет им помочь. Он хочет помочь и нам с вами. Смелая вера. «Идите по всему миру», — сказал Иисус. «Что? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости ещё не верили и дивились, им было сложно это осознать. Справиться со своими мыслями, эмоциями, болью. Слишком много всего произошло. Кто сказал, что быть последователем Христа скучно? Уверяю вас, нет. Иисус — это больше, чем сидеть и слушать проповедь. Я знаю, что проповеди бывают зрелищными, но Иисус ещё лучше. Через неделю поговорим о смирении. Когда же они от радости ещё не верили и дивились, Он сказал им, «Есть ли у вас здесь какая пища?» Вы жутите? При первой же встрече воскреший Иисус спросил, «У вас есть арахисовое масло и печенье?» За короткое время столько всего произошло, и Иисус же ведёт себя, как ни в чём не бывало. Они подали Ему часть печёной рыбы и сотового мёда, и, взяв, ел пред Ним и сказал им, «Вот то, о чём Я вам говорил, ещё быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевым и в пророках, и в псалмах». Скажите мне, если вы видели, как кто-то умер, и затем увидели его воскрешен, и он сказал, «Об этом было написано в книге», наверное, вы сразу пойдёте читать эту книгу. Как думаете, Иисус дал им какие-то указания? Может быть, Он даёт какие-то указания и нам? Чтение Писания — это не тяжёлая задача. Это возможность узнать, что Бог намеревается сделать на земле. Так мы не будем застигнуты врасплох и не останемся без надежды. У нашей жизни будет цель и смысл. И сказал им, «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мёртвых в третий день и проповедану быть своими Его покаянию, прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Мы вновь слышим это поручение при первой же встрече. У Иисуса очень мало времени. Не несколько лет, а несколько дней. Он уже достаточно времени провёл с учениками. Иисус говорит, «Эту историю нужно проповедовать всем народам». Здесь звучит греческое слово «этнос», корень нашего слова «этнический». Так что речь идёт не о странах. Иисус велел проповедовать всем этническим группам. «Вы же свидетели с Ему». Это уже личное обращение. В современном христианстве говорят, «Засвидетельствуйте кому-нибудь на этой неделе». Иисус имеет в виду другое. Он говорит, «Вы свидетели того, что со мной произошло. Вы можете подтвердить подлинность этой истории. Вы видели всё своими глазами и можете подтвердить, что это правда». Самое главное в вашей или моей истории хождения с Богом — то, что мы подтверждаем, что Слово Божие истинно. Это ваш опыт. Богословия или услышанные вами истории не столь важны. Говорите о том, что Бог сделал в вашей жизни. Это неопровержимо. Людям может что-то не понравиться, но это ваша история. В книге Откровения сказано, что сатана боролся против верующих на земле. «Верующие победили сатану кровью Агнца и словом своего свидетельства». Когда вы говорите о том, что сделал для вас Бог, вы берете кровь Иисуса и применяете ее в своей жизни, точно так же, как евреи в Египте брали кровь Агнца и помазывали ею дверные косяки. Когда вы говорите о том, что сделал для вас Бог, вы применяете кровь Иисуса в своей жизни. И это неопровержимо. Иисус сказал, «Вы будете свидетелями». Мы исполнители 21 века. Этот принцип виден во всем Писании. Давайте откроем 9 главу от Иоанна. Там говорится о слепом, с которым Иисус встретился в Иерусалиме. Он помазал ему глаза грязью и велел пойти умыться. Мужчина умылся. Он был слепым от рождения. Умывшись в купальне Силаам, он прозрел и пришел домой зрячим. Вот это да. Это взбудоражило весь Иерусалим. Люди знали человека как слепого попрошайку, а теперь он их видел. Религиозные лидеры спросили, как это произошло. Мужчина ответил, «Точно не знаю. Человек по имени Иисус помазал грязью мои глаза и велел мне пойти умыться. Я умылся, и теперь вижу». Помните эту историю? Лидеры ответили, «Это неправда. Этот Иисус грешник. Грешники не могут сделать то, что произошло с тобой. Не говори, что это сделал Иисус». Помните, что ответил мужчина? «Грешник он или нет? Не знаю, знаю одно. Я был слеп, а теперь я вас вижу». Что на это сказать? Рассказывайте свою историю. Я не знаю, кто он. Я никогда его не видел. Я просто рассказываю, что знаю. Я вас вижу. Вы можете говорить о нем все, что угодно, а я обниму его сразу, как только увижу. Да, я многого не знаю об Иисусе. Да, я последователь Иисуса. Я читал Библию, но я многого не знаю. Но я могу рассказать, что он для меня сделал. Если он сделал это для меня, сделает и для вас. Я не особенный. Это моя история. У вас есть своя. Иисус сказал, «Вы будете мне свидетелями». Вы сможете подтвердить, что я жив и реален всем народом. Мы официальные представители, потому что эта группа людей приняла поручение Иисуса. Что если бы они отказались, если бы держались за свое разочарование и обескураженность? Нам с вами нужно сделать выбор. Нам нужно решить, какой из двух путей мы выберем. Порой нужно сражаться, чтобы верить. Порой нужно сражаться, чтобы простить. Порой нужно сражаться, чтобы быть справедником. Праведность — это непросто. Кто это сказал? Знаете, когда праведность — это легко? Когда речь о других. Иногда мне говорят, «Пастор, вам проще». Правда, что ли? Вы даже не знаете, что происходит в моей душе. Трудно выбирать Господа. Все равно выбирайте Его. Выбирайте. Ученики приняли поручение со всей серьезностью. Вы же свидетели сему. Я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме. Доколе не облечетесь силой свыше. Мы делаем это не своей силой. Нам поможет сила Божия. Прежде чем закончить, напомню. Если вы столкнулись с трудностями в своей жизни, в дорогих вам отношениях с людьми или в своем бизнесе, не думайте, что вы отошли от Бога или Он вас оставил. Верные последователи Христа в любом случае проходят какие-то трудности. Это не отсутствие веры. Ваша вера необходима именно для такого времени. Моя привилегия — быть рядом с вами. Я верю, что Бог ведет вас и направляет. Говорит вашу жизнь, укрепляет вашу веру и ободряет вас. Так что доверьтесь Ему. Хочу помолиться вместе с вами. Отец, благодарю тебя за каждого, кто слушал сегодня Твое слово. Я молюсь, чтобы твои цели и планы о нас были для нас более реальными, чем любое давление и тьма, которая нам противостоит. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы тяжесть была разрушена, чтобы пришла радость в Господе, чтобы в наши тела пришло здоровье, а в разум — мир. Во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Пророческое знание Это подарок за ваше пожертвование. Звоните по номеру, указанному на экране. Или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы несём перемены. Мы можем научиться без скептицизма смотреть на Божие пророчества и быть готовыми к будущему. Серия из трёх дисков пастора Аллена «Пророческое знание» рассказывает о том, как можно принять мудрость, знание, понимание и защиту, когда мы слушаем Бога и повинуемся Ему. Пророческое знание — это подарок за ваше пожертвование. Звоните по номеру, указанному на экране. Или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы несём перемены.